Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала. Давайте сейчас делаем расклад на тему «Судьба или не судьба?». Такое вот универсальное гадание. Все, что для вас сейчас актуально, можете сейчас спросить у карт. Судьба или не судьба нам быть вместе с загаданным человеком? Судьба или не судьба продать, купить квартиру, переехать, поменять работу, поменять прическу для кого-то, стиль, образ жизни, похудеть, поправиться кому нужно. В общем, все, что вас интересует, можете сейчас загадать, можете раскидать по этим шести позициям, по этим шести картам, которые перед нами выложены. Золотое флорентийское таро сегодня взяла. Будем разнообразить ассортимент карт. Надо уже соскакивать с этого самого магического, мистического оракула «Дыхание ночи». В общем, загадывайте, выбирайте свою позицию или позиции, а я приступаю к трактовкам. Для тех, кто выбрал первую карту, судьба или не судьба, свершится задуманному, осуществится вашему желанию. «Рыцарь мечей» мы здесь видим такую карту. Можно сказать, да, судьба, в общем-то, хотя это вот та судьба, которая целиком и полностью в ваших руках. То есть реализация задуманного будет напрямую зависеть от вас, от вашей активности, от вашей напористости, от вашего ума, от ваших решительных действий, да, от быстроты реакции, от именно вашей внутренней мотивации, да, от того, что вы не сложите руки, не забросите это своё желание, да, не забьёте на свои желания, не свернёте с пути, а будете методично, целенаправленно, собственно, идти к реализации, к достижению этой цели, к реализации этого желания. Единственное, что здесь, возможно, вам понадобится некая группа единомышленников, да, если вы загадали какое-то дело, то, возможно, понадобится консультация или поддержка специалиста в этой области, если вы загадали, соответственно, ну, личные отношения, возможно, именно, ну, в личных отношениях вам понадобится поддержка друзей, да, чтобы они как-то вас приободряли, если у вас что-то не получается, допустим, да, чтобы вы заранее носа не вешали, вот, то есть в любом случае здесь поддержка, да, группа поддержки, поддержка единомышленников, родственников, друзей, знакомых, компетентных каких-то лиц, вот здесь будет не лишнее, мягко говоря, да, но, в принципе, все зависит, да, вы здесь во всеоружии, да, вы здесь на коне, что называется, возможно, действовать нужно довольно быстро, да, и вот бывает, что ситуация развивается быстро, и надо, вот, что называется, куй железа, не отходя от кассы, да, вот надо быстро, быстро ковать железо, да, быстро, вот, реализовывать вот это желание, пока импульс не потух, пока импульс не остыл, да, пока ситуация еще, как бы, в ваших руках, да, еще вам поддается, да, пока ситуация, вот, пластична, как пластилин, да, буквально, извините за тавтологию, вот такая вот здесь история, да, у лошадки, конечно, такая физиономия, да, как это, страдающее средневековье, такое прям страдающее, да, вот, в общем, что, здесь эта карта рыцарь мечей нам фактически дает карт-бланш, да, то есть судьба не судьба, но вы все равно своего добьетесь, своей решимостью, да, стремительностью, своим азартом даже каким-то и своим умом, своей целеустремленностью, все, пожалуй, да, такая вот позиция, ну, и, может быть, какие-то люди вам здесь в этом помогут, да, если вы сколотите вокруг себя группу поддержки правильную, да, либо, если вы начальник, сколотите вокруг себя правильных, правильную команду подчиненных, которым вы сможете делегировать полномочия и раскидать на них вот это, да, эти обязанности, да, чтобы не самому на себя все это тащить, да, а вот распределить обязанности, да, правильный тайм-менеджмент, здесь, возможно, тоже сыграть свою роль. В общем, счастья вам, любви, гармонии, я перехожу к следующей, ко второй позиции. Для тех, кто выбрал вторую карту, судьба или не судьба, осуществится задуманному восьмерка кубков. Вы знаете, такое впечатление, что может быть и судьба, да, но вот что воля, что неволя, все одно, да, все равно. Такое впечатление, что даже если это желание сбудется, оно вам будет как бы, ну, не очень, может быть, не очень вас удовлетворит то, как оно сбудется, да. То есть подумайте, а то ли вы хотите, да, то ли вы загадали на самом деле, да, а нужно ли вам это, возможно, когда, вот именно тогда, когда оно сбудется, вы поймете, что вам это либо не сильно нужно, либо вы себе новую какую-то цель поставите, да, то есть, возможно, вот это желание станет для вас некой ступенькой к, ну, да, к будущему, к какому-то другому новому развитию, да, к какой-то другой новой цели. То есть вы получите реализацию, но от этой реализации поспешите к новым горизонтам, скажем так, да, если, конечно, не, да, не запрокрастинируете на пути к реализации этой своей цели, да, и если вы, конечно, не свернете с пути раньше, чем вот это ваше желание сбудется, да, то есть сначала хотели-хотели, потом сказал, да ну нафиг оно не сбудется, да, и мне не надо уже, вот, и оно поэтому может не сбыться, вот так вот, да, такая вот здесь история. Ну, в принципе, кубка, карта мелкая, карта не очень хорошая, ну, в смысле, да, кубковая карта, карта мелкая, не очень хорошая, можно сказать, что, наверное, не судьба, да, хотя вот здесь вот мы видим такую вот женщину с ребёночком, да, если речь о детях, о, даже не о воспитании детей, а именно о рождении ребёнка от загаданного человека, именно вот это конкретное желание может быть вам и по судьбе, да, давайте будем рассматривать оракульно, да, оракульно непосредственно эту карту восьмёрка кубков, может быть, я чем-нибудь её... Ну что, да, хотела чем-нибудь её уточнить, уточнением выпала карта солнца, да, вот девушка, предыдущая нить, да, на... девушка, которая держит нить своей судьбы в своих руках, да, и придёт эту нить на копье, вот. Ну, карта солнца у нас традиционно говорит о детях, то есть если речь о ребёнке, о рождении ребёнка особенно, здесь это по судьбе. И, в принципе, да, нить вашей судьбы в ваших руках, так что смотрите, всё получится. Вопрос, наверное, даже не в этом, не в том, что по судьбе или не по судьбе, а в том, что как бы вам это... когда оно сбудется, да, когда вы поймёте, что это вам по судьбе, когда вы достигнете этой цели, как бы вот так не получилось, что оно вам станет уже неинтересно, да, то есть дело в вашем интересе, в вашей мотивации, да, в вашей включённости, в вашем вдохновении от вот этого, от процесса, да, и от результата. Но, в принципе, можно сказать, что да, по судьбе. Всё-таки старший аркан я вам дотащила, да, дотащила на уточнение. Счастья вам, любви, гармонии, тем не менее, сбычи, да, сбычи этого желания, если оно для вас важно вот сейчас, да, берегите, храните важность этого для вас, и тогда у вас всё будет, всё получится, да. Всё будет, но не сразу. Радость к вам придёт по этому вопросу. Счастья вам, любви, гармонии, я перехожу к следующей, к третьей карте. Для тех, кто выбрал третью позицию, третья карта, судьба или не судьба, решиться этому вопросу, да, осуществиться этому желанию, карта звёзды здесь называется, да, буквально звёзды обозначает, как обычно, осуществление ваших желаний, осуществление ваших мечтаний, самых заветных фантазий, да, самых прекрасных, возвышенных идей, да, самых прекрасных, возвышенных ваших желаний, вот. Что ещё здесь сказать, я даже не знаю, да. То есть, если это речь о любви, естественно, это сбудется, это сбудется всё прекрасно, красиво, возвышенно, причём даже лучше, чем вы, вот, чем вы сейчас себе подозреваете, да, то есть, ваши мечты осуществятся с лихвой, да, ещё с некой славой, да, со славой, с, как же сказать, да, в лучах, да, в лучах рассвета, да, в лучах вот звезды какой-то, вот. Это всё дело у вас осуществится, решится, да, и, ну, старший аркан нам говорит, что, да, не напрасно вы мечтаете ваши мечты по этой карте осуществятся, и вы будете очень довольны, рады, и вот сами себе верить не будете, да, и вот даже не будете верить, что неужели это сбылось, да, неужели это сбылось так невероятно, так чудесно, так прекрасно, я даже помечтать об этом не могла, даже вообразить себе, представить не могла, что это будет именно вот так. Всё, пожалуй, да, если вы с человеком на расстоянии, если вам нужно, если вы загадали, будете ли вы вместе, и преодолеете ли вы вот это расстояние с человеком, либо вообще преодолеете ли вы какое-то географическое расстояние, да, допустим, переедете ли вы куда-то, да, смените ли вы место жительства, работу, соответственно. Вот здесь на преодоление расстояния вообще карта супер замечательная, да, Что это вам по судьбе, меняйте жизнь свою, переезжайте, да, стремитесь к этому человеку, с которым вы на расстоянии, вы с ним будете вместе, вам с ним по судьбе быть вместе, и все у вас будет хорошо, да, вот такой вот замечательный вариант. То есть расстояние будет преодолено, если вы сомневаетесь, преодолевать ли вам, да, стараться ли вам преодолеть вот это расстояние, нужно ли вам туда идти? Нужно, потому что это вам по судьбе. Вот, пожалуй, все, вот такая вот исчерпывающая трактовка. Счастья вам, любви и гармонии, а я перехожу к следующей, к четвертой позиции. По судьбе ли вам то, что вы загадали для тех, кто выбрал четвертую карту? Шестерка Пентаклий, да, такой вот интересный у нас тут юноша, похожий на пажа Пентаклий, с такими вот когтистыми лапами, да, страдающий из средневековья, такой страдающий. Ну, в принципе, да, в принципе, ну не то, что как бы по судьбе, да, то есть такое ощущение, что, сейчас попробую объяснить, что судьба – это что-то более высокое, да, что-то более высшее, чем вот вы загадали, да. То есть вот то, что вы загадали, это как бы что-то приходящее такое, да, даже если вы загадали, будем ли мы вместе с каким-то значимым для вас человеком, да, судьба такая смотрит на вас и думает, ну, что ты вот так мелко-то летаешь, ну, будьте, да, так мелко прыгаешь, будьте, будете вы вместе, будете, ну, что ты, что-нибудь покрупнее у меня попроси, да, вот что-нибудь покрупнее загадай. Здесь можно ответить, что да, будете, и это как бы даже не в компетенции судьбы, а это как бы даже вот что-то более, да, ну, судьба, фатум – это что-то всегда такое высокое, да, там, кармическое, а это что-то обыденное, в общем-то, да. То есть с одной стороны это, конечно, ну, может разочаровать как-то, да, а с другой стороны, ну, когда мы там вот страдаем по какому-то молодому человеку, да, и думаем, судьба он моя, а не судьба, да, а тут вот такой ответ, что да будет он твоим, да, куда он денется, да, судьба не судьба, все равно твоим будет. Вот такой ответ он может даже нас вдохновить, да, что вот нечего тут насчет судьбы заморачиваться, потому что все равно он будет ваш, все равно это желание исполнится. Но здесь вот какая особенность? Особенность в том, что для реализации этого желания, возможно, нужны деньги, да, то есть не солите деньгами вам самим, да, то есть, во-первых, вы сами можете реализовать свое желание, да, то есть вы, ну, вам не обязательно сидеть и дожидаться, вот пока судьба так распорядится, да, вы сами можете все сделать, чтобы добиться вот реализации этого желания. Нужны только деньги, да, нужны денежки, либо нужен какой-то, ну, либо экономить деньги, не сорить ими, либо нужен, извините, какой-то спонсор, да, человек, который вложится в вас финансово, который вам финансово поможет. Ну, в принципе, такой человек тоже найдется, да, и тут самое сложное это найти вот человека, который решит вашу финансовую проблему, даст денег на реализацию вот этого желания. Если вы загадали человека, то самое сложное здесь будет, извините, раскрутить этого человека на то, чтобы он потратил на вас деньги, да, может быть, на реализацию вот этих ваших планов. Вот того, о чем вы спрашиваете, судьба или не судьба, да, вся судьба упирается в деньги и в то, раскошелится ли ваш загаданный человек как вариант. А, возможно, так, какая была мысля, да, а, мысля была такая, что человек, возможно, здесь немножко жадановат, да, то есть такой вот некий отголосок карты дьявол он здесь может идти, да, не только в плане зависимости любовной, да, эротического притяжения, но еще и эротического притяжения от денег, да, такой вот эрос денег здесь вот такой вот тоже немножко под дьяволу идет, да. То есть если вы сумеете консолидировать финансовые потоки, если вы сумеете раскрутить вашего загаданного человека, ну, либо просто каких-то лиц, у которых есть деньги, да, каких-то спонсоров, если сумеете найти, если вы сумеете богатеньких лиц раскрутить на финансовую помощь вам, финансовое участие, да, долевое какое-то участие, то это будет, да, ваше желание будет исполнено, тогда вот эта судьба, собственно, осуществится, да. Возможно, здесь, кстати, действительно речь о партнерстве, то есть если вы говорите о том, что получится ли у меня там купить квартиру как вариант, возможно, это действительно будет, ну, как бы с кем-то, да, с кем-то кооперироваться и покупать квартиру на двоих, что называется, да, вот вкладываться обоим, обоим, ну, либо обоим партнером, да, если вы с любимым человеком собираетесь жилье покупать, вот, обоим вложиться как-то, да, то есть вот здесь должен быть у вас какой-то партнер, да, какой-то помощник, с которым вы симметрично одинаково вложитесь в это дело, да, чтобы реализовать вот эту свою судьбу, вот, но, в принципе, карта хорошая, карта говорит да. Счастья вам, любви, гармонии, реализации ваших планов, а я перехожу к следующей, к пятой карте. Для тех, кто выбрал пятую карту, судьба или не судьба, то, что вы загадали, карта башня выпадает, она здесь дюже красивая, да, такой вот красивый, этот голубой, фиолетовый цвет неба, да, на карту хочется полюбоваться, но, увы, значение у нее однозначное. Карта говорит нет, не судьба. Может быть, да, вам нужно было бы загадать какой-то срок, да, ну, и утешиться тем, что не судьба в какой-то срок. Может быть, спросите себя сами, да, в какой срок это, скорее всего, не получится и успокойтесь на том, что, вот, да, гадание это ситуативное, гадание максимум на год, да, максимум на год можно рассчитывать по времени, в общем-то. А там уже будем посмотреть, что называется, да, то есть вот в год, может быть, этого не случится. Ну, я не знаю, да, либо вы загадали какую-нибудь такую вот вещь, да, что выйдет ли человек на связь на этой неделе, да, то есть если вы такие какие-то сроки загадываете, да, то ответ нет, я думаю, вас не сильно расстроит, но, в принципе, карта башня нам здесь говорит нет. Вот, да, вот как-то так. Тем не менее, счастья вам, любви, гармонии, по башне больше ничего докладывать не буду. Извините, если не нравится, перезагадывайте, если не резонирует. И вы чувствуете, что все-таки сбудется, все-таки судьба. А я перехожу к последней, к шестой карте. Вам счастья, любви, гармонии, не помню, сказал или нет, в любом случае, вам она пригодится, да, вам это все пригодится, и счастье, и любовь, и гармония. Пусть у вас все это будет, да, и побольше в вашей жизни. Перехожу к следующей, к шестой, к последней карте. Для тех, кто выбрал шестую карту, судьба или не судьба. А здесь у нас выпадает туз, туз жезлов. Ну, что я могу сказать? А вам, в общем-то, должно быть по барабану, судьба или не судьба, да. Все равно вы получите то, что вы загадали, все равно ваше желание исполнится. И уже абсолютно все равно, да, по судьбе оно исполнится, не по судьбе оно исполнится, да, исполнится, и все. Вы будете очень рады, очень счастливы исполнением, очень довольны, да, вот как это. Вот здесь персонаж сидит на дереве, да. Персонаж в шоколаде, вот здесь вы будете явно, да, на дереве и в шоколаде, все у вас будет замечательно. Вы будете очень довольны тем, как все произошло, да. Здесь у нас некая отсылка к солнцу идет. Если вопрос здесь о здоровье, да, то и ответ, да, здоровье будет замечательное, прекрасное. Если вопрос о любви, о страсти, тоже ответ, да, реализация страсти будет, да, вот особенно о здоровье и о страсти. Если о детях вопрос, будет ли зачатие, будет ли ребенок от загаданного человека, тоже ответ, да. Если какое-то дело, какой-то проект, да, да, даже если переезд, гнездо собьете себе где-то новое, тоже вариант очень перспективный, очень радостный. И вот здесь по этой карте идет именно ощущение вашего собственного триумфа, да, вашего собственного взошедшего солнца. Возможно, если речь идет о переезде здесь, переезд буквально будет способствовать вашей какой-то славе, да, вы в зените будете буквально сиять, да, получите полную самореализацию. И вообще по этой карте, да, по Тузуу Жезлов вы получите полную самореализацию по вот этому направлению, которое вы загадали по вот этому вопросу. Вот, что вам еще такого приятного сказать, да, засияете вы просто от счастья. И когда вот достигнете этого самого желаемого результата, да, это будет ваша собственная победа, и у вас сразу вот и тонус жизненный повысится, да, и лохматость повысится, тонус повысится, желание жить повысится, активность ваша возрастет, да, то есть силы, внутренние силы вы почувствуете, да, когда это все исполнится для вас. Вот, пожалуй, такой замечательный здесь вариант. Счастья вам, любви, гармонии, пусть эта замечательная позиция у вас сбывается. Спасибо вам за просмотр, спасибо картам, было очень интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok